Добрый вечер, уважаемые зрители канала Финверсии. В эфире очередная биржевая среда, но она несколько необычная, потому что по стечению обстоятельств мы даем ее в записи. Поэтому, если у вас возникают вопросы, в том числе в чате, то вы их оставляйте, потому что мы, конечно же, с удовольствием к ним вернемся. И напомню, что сегодня наш гость Олег Кабелев, глава аналитической службы компании RecomTrust, разговор пойдет об инструменте, непосредственно инструмент инвестиций, а инструмент, способствующий инвестиции, об индивидуальном инвестиционном счете нового типа. Мы его подробно разобрали, причем анализируя, в каких случаях он нужен, а в каких случаях не нужен, на одном из эфиров с Ольгой Канашевской. Ссылка также в описании под этим видео мы дадим. Но одна голова хорошо, а где-то 3, ну 3,5, в общем, лучше, особенно когда речь идет о каких-то государственных конструкциях. Поэтому еще раз возвращаемся к этому моменту. Олег, добрый день. Добрый день, Ян. Добрый день всем, кто нас смотрит и слушает. Я хотел бы вначале несколько слов сказать, что, в принципе, наверное, хотел бы сегодня не только про ЕИС нового типа поговорить, но и о программе долгосрочных сбережений, которая с 1 января 2024 года заработала. Так сказать, очередная попытка, на моей памяти уже третья по счету, со стороны государства попытаться простимулировать длинные деньги в экономике. Назовем это так. В принципе, и первые два типа индивидуального институционного счета, и уж тем более третий тип были на это направлены. Но я бы, наверное, рассматривал эти два инструмента в комплексе. Так что думаю, что сегодня можно в целом, наверное, наш разговор посвятить в целом вот этим инструментам, которые должны по зламу государства стимулировать долгосрочные сбережения в экономике. Ну, давайте, наверное, начнем с индивидуального институционного счета нового типа или третьего типа, как его называют. Вот я, наверное, первое, с чего хотел бы начать, это, собственно говоря, с законодательной базы, того, что происходит. В декабре прошлого года был опубликован федеральный закон за номером 600, который, собственно говоря, и дал старт с юридической точки зрения, индивидуальному институционному счету третьего типа. И в этом смысле он дал отсчет не только новому какому-то инструменту. Он сильно сократил возможности инвесторов пользоваться индивидуальными институционными счетами первого и второго типа. Первое, что надо сказать, то, что в привычном понимании инвесторов, которые на протяжении довольно долгого периода времени осознавали ИИС, помнил о первом и о втором типе, вот в этом понимании ИИС уходит в прошлое, и теперь ему на смену приходит тот индивидуальный инвестиционный счет, который регулируется несколько иначе. Что любопытно, что тот закон, который должен был одновременно быть принят вместе с этим законом номер 600 о налоговых вычетах, вот по этому новому ИИС третьего типа, он пока не принят. И, как часто бывает у нас, это в некотором роде такой случай, когда закон, как ни странно, который был принят в декабре, принят не до конца, потому что, видимо, закон о налоговых вычетах будет приниматься уже в этом году, может быть, и в весенней сессии, а может быть, и в осенней сессии работы парламента. Значит, что было у нас с предыдущими инвестиционными счетами? Ну, напомню для начала, что раньше инвестор мог открыть только один индивидуальный инвестиционный счет, и можно было по заявлению перевести этот индивидуальный инвестиционный счет с одного брокера к другому. И первый и второй тип различались, собственно говоря, по двум видам. Напомню, что первый предполагал вычет на взнос не более чем 400 тысяч. Долгое время говорили о том, на протяжении жизни этих индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типа, что надо бы эту сумму повысить, но так и не повысили, оставили в районе 400 тысяч. И второй вариант – это налоговый вычет на доход за три года. Напомню, что нельзя было выводить деньги и с первого, и второго типа с момента не менее, соответственно, трех лет с даты открытия этого счета. По ИИС был предел ежегодного пополнения в размере 1 миллиона рублей, можно было совершать сделки с любыми бумагами и валютами, которые торговались либо на Московской, либо на Санкт-Петербургской бирже, и вывод денежных средств можно было осуществлять только при закрытии того самого ИИСа. Причем доход при выводе этих денежных средств можно было выводить с ИИСа на любой другой счет. Я просто вкратце напомнил, какова была ситуация. Значит, что меняется? Вот четыре основных параметра, по которым, наверное, нам нужно пройтись, чтобы сравнить этот самый ИИС третьего типа с ИИСами первых двух типов. Ну, первое – это то, что теперь можно открывать до трех новых ИИСов. То есть, если раньше можно было только переводить ИИС от одного брокера к другому, то сейчас можно открывать три ИИСа третьего типа сразу. Сразу замечу, что если вы открывали ИИС первого и второго типа, и вы их не закрывали на 1 января 2024 года, то они автоматически не закрываются. С 1 января 2024 года нельзя открыть новый ИИС первого и второго типа. Но те инвесторы, у которых ИИС первого и второго типа был уже открыт, просто продолжают с этими ИИСами жить, поживать, что называется, и добра наживать. Да, дедушка наговорка тут действует. Да, да, да. И, наверное, здесь надо сказать, что еще и параллельно они могут открывать несколько счетов ИИС третьего типа. То есть, получается, фактически у этого инвестора такого четыре счета может быть. Один ИИС либо первого, либо второго типа и максимально три ИИСа третьего типа. Сумма пополнения, если раньше ограничивалась одним миллионом рублей, то по новому ИИСу третьего типа ограничений нет. Если срок невывода средств по привычным нам первого и второго типа ИИСов составлял три года, то теперь это пять лет в период с 2024 по 2026 годы. А дальше минимальный срок владения, опять же вспоминаем про желание государства стимулировать длинные деньги, да. Дальше он постепенно увеличивается до 10 лет в 2031 году. Ну и если мы говорим про вывод денежных средств, то если раньше вывод мог быть осуществлен только при закрытии ИИС, то новый ИИС третьего типа законодатель предусмотрел так называемую опцию особой ситуации, об этом я чуть позже скажу, при которой можно выводить деньги с ИИС третьего типа, не теряя налоговую льготу. Это так называемая особая жизненная ситуация, которая указана в законодательстве. Далее, что еще важно отметить? У предыдущего тоже можно было вывести, только теряя льготу. Да, естественно. То есть вывести-то можно было, да. Мне хотелось бы все-таки сосредоточить внимание на том, что именно как раз ИИС третьего типа можно выводить не теряя льготу. Вот это вот правда не всегда, а в особых ситуациях, и о них мы тоже поговорим. Что касается зачисления дохода, если доход ИИС первого и второго типа можно было зачислять на любой счет, то с ИИС третьего типа тоже только на ИИС. Опять же, это все встраивается в канву желания государства как можно сильнее противоборствовать, препятствовать выводу денег и, наверное, таким спекулятивным настроением и спекулятивным операциям среди тех инвесторов, которые открывают ИИС третьего типа. Если говорить о вычетах, то раньше можно было выбрать один из двух вариантов вычета, либо на доход по прошествии трех лет, либо на взнос не более чем 400 тысяч, то сейчас можно применить оба вычета. Но, как я уже сказал в начале, поскольку закон о внесении изменений в налоговый кодекс еще не принят, вполне возможно, что либо осенью, либо весной этого года мы здесь увидим какие-то изменения. Может быть, тоже вычет будет, возможно, применить тоже на один из двух способов. Ну, посмотрим. Что касается истории с активами, ИИС третьего типа предполагает, что если даже у вас были какие-то желания с 1 января ИИС третьего типа покупать какие-то иностранные корпоративные бумаги, то желания эти разобьются в суровые скалы повседневного бытия, назовем это так. А вот если вы имели до 1 января ИИС первого и второго типа, и они продолжали действовать, то вы обязаны продать иностранные корпоративные бумаги с этого ИИСа после 1 января 2024 года. Причем я специально смотрел в законодательстве, может быть, там было какое-то, надеялся найти какое-то разделение на дружественность и недружественность в отношении иностранных корпоративных бумаг, но не нашел. И поэтому сделал вывод о том, что любые иностранные корпоративные бумаги с 1 января 2024 года недоступны на ИИС. Ну, с другой стороны, да, с другой стороны, это не так важно, потому что интересные бумаги только у недружественных стран. Так что если бы мы даже нашли там потенциально дружественные, то вряд ли бы эти бумаги нам были интересны экономикой. Ну, в общем, да. Казахстан только, разве что. Ну да, или, например, китайские какие-то интересные активы, которые потенциально можно было через гонконгский мостик приобретать, но сейчас это не актуально. Ну, вернее, актуально, но далеко не для всех и, скажем много раз, что, в принципе, все отлично с точки зрения развития ситуации, кроме, и даже насчет иностранных бумаг понять можно. Я когда-то очень давно удивлялся, что есть такая льгота, хотя сам торгую, прежде всего, на мировых рынках, но нелогично. Если уж стимулировать, то вложение в собственную экономику – это нормально. То есть неприятно может быть, менее выгодно, но нормально. Единственное, что смущает во всей этой истории, это увеличение срока, причем, вот, я помню, у нас в студии председатель Дубского комитета по финрынку Аксаков говорил, что я бы хотел пять, потому что на 10 лет россияне трудно планироваться. То есть желание государства привязать деньги – это нормально, но главный противник любых долговременных расчетов и вложений – это девальвация рубля. И инфляция, наверное. Да, ну, инфляция во многом связана с девальвацией, на половину, как минимум. И поэтому у любого россиянина есть одно возражение государству. Дорогой, а ты обеспечила, чтобы на 10 лет вперед мы могли бы что-то рассчитывать? Давай открутим на 10 лет назад и посмотрим на курсы. И вот это единственный минус, пожалуй, крупный. Ну, слушайте, это, я бы сказал, довольно серьезный минус, потому что вот я в начале нашего эфира сказал, что это, на моей памяти, третья попытка государства такую историю провернуть. Вот, если вы помните, Ян, была такая программа софинансирования пенсий. Конечно. Некоторое время назад, по-моему, ограничивалась она, если мне не изменяет память, там, 12 тысячами рублей. Это было совсем смешно, да. Да, в расчете, да. Ну, то есть, это такой был, я бы сказал, знаете, как вот есть… Маркетинговый ход, не более. Нет, есть такие автомобили в натуральную величину, а есть модельки такие в масштабе 1 к 72. Вот программа софинансирования пенсий в масштабе 1 к 43. Вот то, что было. Сейчас, на мой взгляд, все-таки желание у государства стимулировать длинные деньги, оно более осязаемо, но я с вами абсолютно согласен, что инфляция с девальвацией, они свое черное дело все равно сделают. Вот, и здесь, наверное, нужно понимать, что мы должны, когда вот эту программу мы реализуем, если встаем на позиции государства, да и даже на позицию инвестора, мы, конечно, должны отталкиваться от реальной доходности, а нет номинальной, которая будет вот по этим инструментам идти. Она может быть минусовой. Она вполне может быть отрицательной, но, с другой стороны, надо признать, в принципе, что редко, когда государственные инициативы, связанные с новациями на финансовом рынке, находят отклик в сердцах инвесторов довольно быстрый и положительный отклик. И вот мне кажется, вы можете со мной поспорить, или там зрители наши поспорят, что и из первого и второго типа, это как раз то счастливое исключение из правил. Я-то, например, вот со стороны большинства инвесторов не встречал такого яркого противодействия этому. И это был редкий случай удачного, такой льготы и удачного хода со стороны государства в отношении к финансовому рынку. Говоря о программе долгосрочных сбережений, мы еще дальше про нее скажем, что важно, что впервые на моей памяти за всю историю финансового рынка в современной России планируется ввести инструмент гарантирования выплаты. То есть, по аналогии с АСВ, когда у нас миллион четыреста можно получить, если даже у банка отозвали лицензию, вот здесь вводится тоже такого рода элемент. И если раньше мы любили всегда, как мантру, повторять фразу, что на финансовом рынке никто никому ничего не гарантирует, такая была любимая фраза, теперь выяснилось, что все-таки не совсем так, если мы говорим о программе льготных этих долгосрочных сбережений. Мы про это еще поговорим. Значит, что касается особой ситуации, здесь на самом деле ничего такого феноменально фантастического нет. Дело в том, что если до этого мы говорили о программе льготной ИИСа первого типа и ИИСа второго типа, и не было каких-либо исключений из правил в отношении, соответственно, вывода средств, потому что если ты выводил средства, ты сразу терял льготу. То есть, здесь все-таки такие случаи предусмотрены. Давайте вот я про них расскажу. Итак, еще раз, о чем идет речь, чтобы было понятно, что по действующему законодательству, это буквально в конце февраля этот порядок был определен в Центральном банке, инвестор может снять деньги с ИИС третьего типа без прекращения действия договора. И что это за случай? Во-первых, это оплата дорогостоящего лечения, и утвержден был правительственным перечень, причем он был утвержден уже после того, как эти ИИСа третьего типа стали действовать, по-моему, в начале марта. Там около 20 видов такого лечения, хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение разных онкологических заболеваний, потом, как говорил герой известный фильма «Любовь и голуби» и «Менфаркт», «Мекардо», вот такой рубец, и еще ряда каких-то важных заболеваний, которые действительно серьезно могут угрожать здоровью, там инсульты и что-то такое, полный перечень он есть. Что касается самого механизма, как это работает? Значит, клиент направляет заявление своему брокеру или управляющей компанией открытого ПВО фонда, прикладывает к этому заявлению копию договора на оказание медицинских услуг и прикладывает документ, который выдает медицинская организация, где указана стоимость лечения и необходимость лечения. То есть аргументация, что действительно необходимо человеку и желательно быстро лечение по тем или иным направлению. Законодатель заложил срок рассмотрения такого заявления два рабочих дня, и спустя три рабочих дня с момента получения заявления деньги должны зачислиться на счет медицинской организации вот СИИС третьего типа. Не общался я с людьми, которые каким-то образом пока эту ситуацию использовали, применяли. Знаете, тот случай, когда хотелось бы ее и не применять, дай бог всем здоровья, но тем не менее хорошо, что этот теперь вариант в законодательстве предусмотрен. Вот примерно так это работает. Олег, а в особый случай разве рождение смерти не входит? Вот то, что я видел из перечня правительства России, там речь только о заболевании. Только заболевании. Окей. Возможно, в будущем он будет расширен. Вполне справедливое, кстати говоря, мне кажется, замечание в отношении рождения и смерти. Но будем, что называется, посмотреть. Возможно, его и расширят. Так. Теперь по срокам. Когда начнется? Да. Давайте по срокам. Значит, когда начнется? Ну, еще раз повторю, что закон вступил в силу 600, это 1 января 2024 года. ИИС, которые 1 и 2 типа были открыты по договорам в период с 15 по 23 год, потому что в 15 году заработала программа вообще ИИС 1 и 2 типа. Вот эти ИИС, они остаются старыми ИИС 1 и 2 типа. С ними ничего не происходит. Если они, естественно, не были закрыты до этого времени. И ИИС, которые были открыты уже в этом году. Но в том случае, если инвестор открыл изначально ИИС 1 и 2 типа у какого-то другого брокера, а потом в 24 году перевел этот ИИС 1 и 2 типа от одного брокера к новому брокеру. Это тоже ИИС, который остается действовать. Те ИИСы, которые становятся новыми. То есть, если, например, инвестор открывал ИИС 1 или 2 типа в период с 15 по 23 года и по каким-то причинам решил, что ему надоело иметь ИИС 1 и 2 типа, он хочет их теперь конвертировать в ИИС 3 типа. Может ли это быть и возможно ли это? И вот законодатель отвечает на этот вопрос утвердительно. Да, возможно. Кстати, вот здесь ремарка, Олег. Я бы никому это не посоветовал делать. Абсолютно. Потому что можно просто открыть ИИС нового типа, о чем Олег уже сказал, в дополнение к старым. И тогда остается возможность маневра. Это первое. А второе. Пока не уточнен механизм самого главного, ради чего все это налогового вычета. Потому что закон о налоговых вычетах еще в законодательстве изменений не внесены. Для меня это вообще, честно говоря, было большим удивлением. То есть, я когда начал... Это мышеловка без сыра называется. Да, я в этом вопросе стал разбираться. Даже вот консультировался там с юристами. И потом, когда мне юристы сказали, да так и есть, мне так хотелось спросить, как в том известном анекдоте, а что так можно было? Ну, то есть, вот, видимо, действительно можно было. Но, честно говоря, думаю, что еще раз повторяюсь, я уже про это сказал. Наверное, в этом году эти изменения в законодательстве будут приняты. Но я, Ян, с вами согласен, что какой-то логики конвертации ИИСа первого или второго типа, который был когда-то давно там открыт, в 16-17 году. Сейчас в третий тип не вижу. Вполне логично, действительно, имея первый или второй тип, просто открыть новый. Да еще не один. Вы можете до трех открыть. Вот. Ну и, соответственно, историю с конвертацией я сказал, да. Ну и уже те ИИСы, которые открыты по договорам уже с 1 января, они автоматом становятся новыми ИИСами. Они уже не могут быть ИИСами первого или второго типа, а только третьего типа. Так, теперь давайте о процедуре, как открыть, если все кто-то хочет сейчас уже. Да. Значит, как заключить договор? Значит, для того, чтобы заключить договор на введение ИИС, надо подписать у клиента, брокерская компания, заявление, что у него не было каких-либо ИИСов, которые были заключены вот в период с 15-го по 23-й год, да. И понятно, что здесь мы не берем случаи, когда конвертируется из первого, второго типа, вы из третьего типа. Ну и самое главное, что клиент должен подписать заявление, что он не заключал более двух договоров на введение ИИС после уже 1 января 24-го года. Ну, мне кажется, ничего сложного здесь нет. Это два вполне логичных заявления, потому что, с одной стороны, понятно, что брокер должен удостовериться, что клиент открывает новый ИИС, либо он его конвертирует или не конвертирует, и что у него нет большого количества договоров на введение ИИС, уже открытых в этом году. Ну, а точнее у своего брокера узнавайте, конечно. Да, нет, ну, безусловно, есть там какие-то детали у каждого брокера свои, но концептуально порядок такой. И теперь о главном. Ради чего все это? Да, ради чего все это? Собственно, о вычетах. Ну, если мы говорим про нововведение относительно старых ИИС, то здесь, конечно, важно иметь в виду, что есть определенные ограничения на бумаге. Первое, с чего хочется сказать, что налоговый вычет на взнос предоставляется только если договор был заключен в течение или действительно действовал в течение налогового периода. И пока, на самом деле, не очень понятно, как будет применяться вот этот налоговый вычет по новому ИИС третьего типа к доходу от бумаг, которые были выпущены на территории ИИС. Как раз к вопросу о казахстанских попадут ли они под действие? Да. То есть пока я тоже пытался разобраться в этом вопросе, но есть, например, постановление правительства, недавно вышедшее о том, что просто нельзя приобретать иностранные ценные бумаги. А тогда вот эти вот бумаги, которые на пространстве ИИС имитированы, их куда относить? Это что? Иностранные? Ну, вроде формально, с юридической точки зрения иностранная ценная бумага. А с другой стороны, наверное, вполне логично было бы по логике вещей смотреть, что за юридические лица выпускают. Потому что, например, есть юридические лица, которые зарегистрированы на территории ИИС, на территории того же Казахстана или Белоруссии, Армении и так далее, у которых есть доля в капитале российских юридических лиц. А может быть, даже и контрольная доля. Или там конечных бенефицаров из России. И вот такая компания юрлицо выпускает бумаги. Их даже можно купить на бирже. Может быть, и на московской, может быть, и не только на московской. Что это такое? Это бумага, которая подпадает под постановление о запрете приобретения или не подпадает? Пока сделать вывод нельзя. Но будем надеяться, что в ближайшее время как-то этот вопрос прояснится. Что касается ситуации в случае, если человек открыл до 1 января этого года ИИС, там, первого или второго типа, вопрос тоже вполне логичный. Часто его задают. Может ли этот клиент подать заявление о том, чтобы к нему, к себе применить вычет на долгосрочные сбережения? Вот. И тогда получается как, что и финансовый результат, и размер налога, и налоговая база будут определяться отдельно после 1 января года, в котором подано заявление. То есть, если, например, клиент открыл там старый ИИС первого или второго типа, не знаю, в 2020 году об открытии этого счета, то тогда после 1 января 2021 года, с момента 2021, 2022, 2023 год, какой-то там был размер налога, какой-то был финансовый результат, какая-то была налоговая база, вот Федеральная налоговая служба должна утвердить, как подавать это самое заявление. Форма подачи заявления, порядок подачи заявления, пока это тоже мы ждем, потому что это все должно быть прописано в этих самых изменениях в налоговое законодательство, надеюсь, в этом году. Если мы говорим о подаче заявления уже об использовании нового вычета, значит, ну, первое, еще раз повторюсь, ИИС третьего типа считается открытым после 1 января этого 2024 года. Те доходы, которые возникли до 1 января 2024 года, если, допустим, мы подали заявление в прошлом году, мы к ним применяем старые вычеты, а те доходы, которые уже возникли у нас после 1 января, мы применяем к ним новый вычет. Ну, вот так вот, может быть, немножко, на первый взгляд, мудрено, но, с другой стороны, мне кажется, тоже вполне логично, потому что вы подали заявление на открытие счета в 2024 году, но у вас до этого времени были на старых ИИСах какие-то тоже доходы, да, то вполне логично, если вы хотите, допустим, конвертировать счет с первого и второго в третий тип, да, то понятно, что у вас те доходы, которые были до 1 января, нельзя, соответственно, использовать под те же вычеты, которые возникли после 1 января, поэтому вот такая история возникает. Что еще важно, что вот этот размер вычета на взнос 400 тысяч рублей, который предельный размер, он распространяется одновременно на все открытые инвестиционные счета, часто спрашивают, а может быть, на один 400, на другой 400, на третий 400, их же три там можно открыть. Так вот, предельный размер вычета на этот взнос, он одновременно на все открытые клиенты, идеальные инвестиционные счета распространяются. То есть, грубо говоря, возможность открыть разные счета не для того, чтобы получить больший вычет, а для того, чтобы, ну, как бы, например, больший маневр по бумагам сделать. Да, я думаю, что так и есть, на самом деле, потому что в конечном счете, если мы говорим о главной цели стимулирования длинных денег, то цель понятно, но эта цель может как раз, мне кажется, при постановке задачи сделать маневр с бумагами, она может быстрее достигнуть. Ну, потому что самоцелью делать получение вычета тоже не очень правильно, потому что очень неравноценны у всех инвесторов эти суммы доходов по этим и из третьего типа. И в целом для одного может вообще вычета не быть, а другой только ради вычета этот счет и открывал, условно. Да, то есть тут ситуация может быть разная. А установлен теперь максимальный размер вычета на доход, это 30 миллионов рублей. И, кстати говоря, это как раз, мне кажется, очень сильно коррелирует с максимальной суммой, которую можно теперь, по-моему, из банка в банк по СБП переводить, да. Недавно Центральный банк, по-моему, внес изменения, по-моему, там тоже, ну, понятно, что с определенными комиссиями тоже речь идет о 30 миллионах рублей. Мне кажется, может быть, это как-то и связано. Вот, что касается того, процедурные такие вопросы, процедурные вещи, ну, понятно, что инвестор должен дать справку из налоговой службы о количестве открытых ИИС, вот, и налоговая служба должна передавать информацию соответственно налоговому агенту, коим часто брокер является, о количестве ИИС у клиента, потому что клиент может иметь ИИС теперь несколько в разных брокерах. И брокер, прежде чем ему клиент, когда подает заявку на открытие ИИС счета третьего типа, он должен удостовериться, что у него еще есть возможность для открытия этого счета, а она не исчерпана. По поводу минимального срока для получения вычета, я уже сказал, срок от 5 до 10 лет, и он будет меняться до 2031 года. В ближайшие три года, 24, 25 и 26, это 5 лет, ну, и в 31 году это будет 10-летний сет. Ну, и, наверное, последнее, что мне хочется сказать, применительно этого ИИСа третьего типа, что сохраняется обязанность уведомлять налоговую службу, как было и в счете первого и второго типа по закрытии счета. Что нужно в эти сведения для налоговой предоставлять, опять же, пока непонятно, позже должна налоговая служба это утвердить. Теперь индивидуальный институционный счет может открыть управляющие компании открытого ПИФ, вот это важная вещь, этого не было, потому что первого и второго типа управляющие компании не могли открывать, и нету, слава богу, потому что об этом тоже много говорилось, автоматического перевода старых ИИС много, это то, что вы крайне не советовали делать, Яна, добровольно, и слава богу, что это не сделано принудительно. По-прежнему можно зачислять на ИИС ценные бумаги, драгметаллы и денежные средства, в том числе и при открытии, ну, и вот еще раз мы уже про это говорили, вводится понятие особой жизненной ситуации, перевод по поручению клиента, у которого открытый ИИС третьего типа, в адрес медицинской организации, это не влияет на вычет, перечень видов лечения утвержден, 18 там, по-моему, заболеваний, а он есть, причем в открытом доступе. Ну и, соответственно, три важных законодательных акта, где все это более детально написано, это тот самый федеральный закон номер 600 от 19 декабря 2023 года, это проект федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс, о котором мы с вами уже сегодня говорили, и проект постановления о запрете приобретения иностранных ценных бумаг. Потому что наш пример, который мы с вами только что обсуждали с Казахстаном, он как раз в эту корреляцию вписывается. То есть, по идее, коллизий правовых между этими двумя законодательными актами в идеале быть не должно, но уж как будет на практике, пока что время. Это вот если говорить об ИИСе конкретно. Теперь, если позволите, Ян, я немножко про программу долгосрочных сбережений в целом расскажу, потому что ИИС третьего типа только ее часть. Да, поэтому оптимистов только призываем, которые собираются жить долго, остаться с нами. Ну, изначально, мне кажется, с таким посылом надо выходить в эту жизнь, ну а дальше уж как получится. Итак, значит, программа эта заработала долгосрочных сбережений в январе 2024 года. А принцип тот же, что и был в той самой модели в масштабе 1 к 43, то есть на каждый рубль, вложенный участником этой программы, государство добавляет еще один сверху. Но сразу хочу успокоить всех, кто хочет добавить сразу много, общая сумма вклада не больше 36 тысяч рублей в год. Это край. Мне, знаете, Олег, из-за этого понравилось, один депутат выступал, ну, верно, это же, может, не он виноват, а журналисты так переначали, что депутат рассказал, как обеспечить достойную старость. И вот это 36 вложил, 36 государство добавит, и вот на эти 72 тысячи ничего не обеспечить достойную старость. Да, вы знаете... Вот там не уточнено было, кому. Если у тебя хомячок есть, то хомячку гарантированно достойная старость. А вот для человека 72, ну, хотелось бы помучиться, как в старом фильме. Это, знаете, в этих историях всегда, когда вот любые изменения в пенсионную реформу, в программу долгосрочных напряжения вносятся, очень часто в ходе разработки этих программ участвуют разного рода математические модели. И вот там всегда же участвует такой коэффициент, как коэффициент, показатель, вернее, как коэффициент дожития. Я еще помню, когда студентом был, у меня всегда возникал на тему этого коэффициента вопрос. Он почему-то всегда принимается константой, почему-то во всех странах, естественно, понятно, почему, да, он разный, но почему-то в России он не меняется уже давно, и он равен 19 лет, причем для всех. Вот если мы 72 тысячи умножим на 19, получим примерно миллион 370, это уж кому как, к хомячку часть, часть там еще кому-то из представителей фауны. Ну вот с учетом этой суммы мы можем примерно на это рассчитывать. Но если серьезно, то давайте в двух словах я расскажу, что это за программа, как она устроена. Значит, идея какая? Во-первых, участвовать может любой гражданин России с 18 лет. Идея в том, что человек платит добровольные взносы, а негосударственный пенсионный фонд, по-моему, сейчас их около 10, которые в эту программу заявились. Центральный банк, по-моему, об этом говорил, что там около 10 участников в виде НПФ. Вот. НПФ их инвестирует, обеспечивая, будем надеяться, все-таки положительную реальную доходность. И через 15 лет можно будет воспользоваться этими деньгами с учетом накопленного дохода. Но опять же, вот история с особой жизненной ситуацией, она работает и здесь. То есть можно выводить и раньше. Если, не дай бог, какое-то тяжелое заболевание, подтверждение из медицинской организации, можно вывести и раньше. Ну, нам декларируют, значит, государство декларирует, что главным преимуществом, главной инновацией является как раз то, что снова государство берет на себя обязательство софинансировать накопление людей. Ну, опять же, еще раз повторюсь, с учетом того, что деньги берут из ФНБ и из резервов, теперь же хотел сказать ПФР, но не могу сказать, что он уже не ПФР, а СФР, социальный фонд России, да, была реформа, когда объединились пенсионный фонд и фонд социального страхования. Так вот, из ФНБ и из резервов СФР, социального фонда России, берется вот эта сумма, которая вот максимально, значит, по 36 тысяч рублей в год на каждого участвующего делится. Какие плюшки и сладкие пирожки на полках государство приготовило людей, чтобы их туда стимулировать прийти в эту программу? Ну, во-первых, если в той самой программе 1 к 43 у нас просто был 1 рубль на 1 рубль, да, софинансирование, то здесь есть три варианта. Первый вариант, так называемый 1 рубль к 1 рублю, то есть, когда вы вложили рубль, и 1 рубль вносит государство, но при этом, что любопытно, ваш доход не должен превышать 80 тысяч рублей в месяц. То есть, мало того, что в год ограничение 36 тысяч рублей, еще и доход у вас не должен превышать 80 тысяч рублей, но, я так понимаю, речь идет об официальном доходе, поэтому тут вполне возможно те люди, которые там имеют несколько мест работы, там, условно говоря, трудовая книжка лежит в одном месте, он еще работает там по договорам, у него фактически доход-то будет и больше, но при этом для участия в программе он будет декларировать, естественно, свой официальный доход основной. Более того, есть и другой вариант, когда у вас доходы выше, например, от 80 до 150 тысяч, то здесь за рубль вложенных государство подает 50 копеечек. Это принцип 1 к 2. И третий вариант, если у вас доходы свыше 150 тысяч рублей в месяц, то тогда у вас работает принцип 1 к 4. То есть на рубль вложенных собственных средств государство дает 25 копеек. Ну и теперь самое важное, что государство будет поддерживать участников программы, вот если кто-то думал, сейчас слушает нас, ну вот, выйду я и 19 лет буду 72 тысяч получать. На самом деле, к сожалению, нет. Первые три года государство только может поддерживать участников программы, то есть получается, что тот максимум, который инвестор может получить в дополнение к тому, что он вложил, это 108 тысяч рублей. И это, собственно говоря, все. Мне кажется, это самый важный минус. Ну то есть, скажем так, с позиции участников программы. Я прекрасно понимаю на социальную нагрузку на бюджет. Мы, кстати, делали с вами один из эфиров, посвященный бюджету, и говорили, что скорее всего дефицит бюджета будет расти, социальная нагрузка на бюджет будет расти, чего стоит хотя бы компенсации жертвам паводков и наводнений в Оренбургской области и в Курганской области. Это тоже ляжет на социальные расходы бюджета. Там еще будут наверняка до конца года какие-то незапланированные расходы. Но дело в другом. Все-таки, если я смотрю на эту программу с позиции инвестора, мне кажется, это довольно важное такое ограничение, потому что, с одной стороны, можно было бы увеличить срок софинансирования, и, кстати, некоторые управляющие компании об этом говорили. Но Минфин сказал очень так, завуалированно, что это возможно, но по решению правительства. Может, когда-нибудь это и будет продлено, но тоже понятно. Потому что Минфин стеной стоит за то, чтобы максимально не расширять, не увеличивать расходы бюджета, которые и так рекордные в этом году. Что еще важно отметить? Что у одного человека может быть несколько счетов в этой программе долгосрочных сбережений, но все равно понятно, что софинансирование считается по всем счетам в сумме, а не то, что 108 тысяч по каждому. Можно будет, вроде бы как, разморозить свои накопления тех граждан, которые участвовали в той самой накопительной пенсионной программе. Если помните, Ян такая была с 2002 по 2013 год. 11 лет она прожила, и с 2014 года систему заморозили, и, по-моему, продлевают эту заморозку каждый год уже вот 10 лет. И, соответственно, все граждане России, которые имели официальный заработок в период со 2002 по 2013 год, могли, по-моему, 6% заработка направлять на свой счет. Потом с 2014 года это все заморозили. Часть денег, по-моему, определенную можно было вывести в НПФ, но это была лишь небольшая доля. Часть осталась в этом социальном фонде России. Вот, вроде бы, через 15 лет после заключения договора о участии в программе долгосрочных сбережений, как нам декларирует государство, можно будет эти средства, которые были заморожены еще там давно, получить. То есть получается так, что если в 2002 ты стал участником программы, в 2014 твои средства заморозили, то 10 до плюс 15, то есть через 25 лет ты можешь ими воспользоваться. Не могу сказать, что это довольно короткий срок, но, тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Наверное, так. Вот. Ну и тоже я встречал в социальных сетях такие вопросы из тех, кто эту тему обсуждал. Ну хорошо, а эта система, она с двусторонним движением? Ну хорошо, я разморозил, вывел из социального фонда России, значит, куда-то в НПФ эти средства. А обратно можно? Нельзя. Вот, к сожалению, эта дорога в одном направлении. Если мы говорим про налоговые вычеты, то здесь тоже они остаются. Тоже, может быть, получать дополнительный доход за счет возврата НДФЛ на сумму внесенных накоплений. Тоже максимальная сумма 52 тысячи. И максимально, чтобы вернуть на 52 тысячи, понятно, внести надо 400 тысяч. Это похоже на ИИС, но все-таки не совсем ИИС. И теперь мы подходим к самому интересному. То, о чем я говорил вначале, вот это действительно революционная история. Потому что все, что я говорил до этого, ну, в том или ином виде, в разных масштабах, как мы с вами сегодня говорили, но это было. А вот то, чего не было, не было страхования накоплений на финансовом рынке. Было страхование накоплений на банковских вкладах, но страхования накоплений на финансовом рынке не было. То есть, что это значит? Если вдруг НПФ обанкротится, у него отберут лицензию, по решению суда будет наложен арест на активы НПФ или что-нибудь еще, то государство обязуется вернуть участнику этой программы всю сумму накоплений в пределах 2,8 миллиона рублей. И тут, кстати, Олег, вот можно верить государству, потому что предыдущий опыт показывает, что да, система страхования вкладов работает безупречно. Это правда. Это правда. Вот это мы говорили, что есть успешные инновации в лице первого и второго типа ИС. Вот система страхования вкладов – это тоже, в общем-то, инструмент и механизм, который пока сбоев не давал, и фу-ть-фу-ть-фу, будем надеяться, что и не будет давать. Так вот, 2,8 миллиона рублей – это вот предел, который сможет вернуть человек, участник этой системы накоплений, если НПФ его, соответственно, там в том или ином виде прекратит работу. Понятно, что здесь вроде бы как речь идет о том, что деньги будет вылачивать также агентство по страхованию вкладов, АСВЭД, ну и с 23-го года эта система, которая гарантирует страховую защиту накоплений, должна и распространиться вот на соответственно негосударственные пенсионные фонды. Да, но напомним, что это чуть-чуть, правда, совсем чуть-чуть снижает доходность, потому что формируется фонд страховой за счет отчислений. Как вот система страхования вкладов чуть-чуть, но снижает потенциальную доходность по депозитам, мы могли бы получить чуть-чуть больше, но с рисками. Лично меня это устраивает, да, как, наверное, большинство. Ну, это плата за снижение риска. Плата за страховку, да. То здесь вот тот же момент, отсюда будет собираться страховой фонд на случай форс-мажор. Да, ну и важно, что вот это увеличение потолка в два раза, это как раз, мне кажется, недвусмысленный такой намек со стороны государства, нам с вами, я, ну всем, кто нас слушает, в лице инвесторов, что, друзья, вот мы показали вам, как работает система АСВ, мы стимулируем вас к тому, чтобы вы действительно поняли, что эти вложения безопасны. То есть мы не просто 1,4, мы умножаем на два этот предельный размер и 2,8 миллиона рублей. Это, мне кажется, такой недвусмысленный намек со стороны государства. И что важно... Есть два минуса. Два минуса, Олег, мне кажется. Первый минус. Государство так часто что-то пыталось сделать с пенсионной, условно говоря, системой в целом, что здесь доверие либо в районе нуля, либо ниже плинтуса. Вот как мы с вами привели пример, где государство безупречно сыграло с системой страхования вкладов, так там и доверие гораздо выше, да? Хотя и раздаются иногда крики, все вклады конфискуют, но это так, гипотетика. А вот здесь, конечно, доверие минимальное. И второй минус все тот же, что и у долгих инвестиций. В нашей реальности, да, инфляция и девальвация потенциальные съедят все, что добавляет государство, еще и наши деньги. Ну я, если позволите, я немножко вам сапонированы эти два тезиса. По поводу того, что, значит, доверие ноль, потому что сколько государства ни пыталось, ничего не получалось, ну мне кажется, это не очень правильная философия, ну тогда по этой философии можно просто ничего не делать, сложить руки и, значит, наблюдать, как в очередной раз пенсионная система там эффективно не работает. Нет, ну для многих... Мне как раз нравится, что государство пытается. Нет, вопросов нет, но и у людей у многих ответ, что я о своей пенсии позабочусь сам другими частными инструментами, правильно? Другое дело, что корень проблем в отношении и доходности, и доверия лежит, на мой взгляд, если уж мы говорим о переводе части этих средств из Социального фонда России в НПФ, корень лежит в том, что у нас явно не хватает инструментов у НПФ, которые бы по соотношению риск-доходность соответствовали бы профилю такого инвестиций. Есть такое дело, но их расширили недавно. Их расширили, но мы пока эффект от этого расширения не видим. Будем надеяться, что видим в каком-то вот обозримом будущем, но просто когда система НПФ только формировалась у нас в стране, как раз когда подходила к заморозке предыдущая система пенсионных накоплений, это середина десятых годов, я прекрасно помню, как смотрел на список инструментов, куда НПФ и ВЭП, которые там по умолчанию управлял большинством средств, могли инвестировать, но это было грустное зрелище, потому что их можно было там по пальцам, наверное, двух рук не считать. Сейчас будем верить и надеяться, этот набор инструментов после увеличения, может быть, отдаст возможность реальную доходность получить не только положительную, но и сопоставимую, условно, с ключевой ставкой. Хотя бы. Согласен, но есть еще одна проблема, которую люди могут не называть, можно даже обидеться, но тем не менее подсознательно все это понимают. У нас, вот как сказал когда-то классик, что охраняют, то и имеют. Вот у нас государство все-таки привыкло на пенсионные накопления, которые находятся под его охраной, смотреть как немножко на свои деньги. И это большой недостаток, конечно же. И полной картины мы здесь никогда не знаем. Я, честно говоря, не верю, что вот система 2000 года, что она якобы математически потерпела крах. Вот мне она по своей логике нравилась и импонировала. Ну, видите, тут, как это сказать, гладко было на бумаге, забыли про овраги. Можно намоделировать математически идеальную, близкую к идее. Нет, я понимаю, Олег, но эти овраги само государство и вырыло, а потом говорит, слушай, народ, у меня тут не сошлось. Так ты бы сидела более так спокойно, может, и сошлось бы? Согласен, согласен. Но тут надо понимать, что во многом на этот период пришлось просто упоморочительное снижение цен на нефть. Мы помним, май 2008 года, когда там со 147 долларов за баррель упали до 27. То есть и понятно, что это ударило по бюджету и по пенсионному фонду, и по его бюджету, и вообще по доверию тоже ударило. И вот эта попытка там внедрить систему софинансирования на тот момент, понятно, что это, мы уже с вами говорили про это, скорее, это такой демоверсию напоминало эту систему, но, тем не менее, попытки были. Я помню, знаете, Олег, я тогда почитал, примерно, конечно, ориентируясь на публичные прайсы, и вышло, что затраты на социальную рекламу на телевизоре и на улицах, на стендах были больше, чем привлеченные суммы. Не исключаю. Я, кстати, помню довольно агрессивную рекламную кампанию. Я очень хорошо это помню. Но давайте мы все-таки вернемся к нашей основной теме. Вот помните, когда мы говорили про исключительные случаи, вы меня спросили, а разве рождение и смерть не входят в них? Вот если мы говорим про программу долгосрочных сбережений, то сбережения можно будет наследовать. И это важно, это прописано в законодательстве. Поэтому если человек умирает, даже смерть не разлучит потомка с теми сбережениями, которые были... Вот это приятные вещи важные. Да, ими смогут воспользоваться дети или другие родственники, но есть одно исключение из правил. Когда, например, участник этой программы, там тоже такая опция предусмотрена, может выбрать вариант с пожизненной выплатой. То есть, допустим, срок накопления истек 15 лет, он начнет получать деньги, но он может выбрать период получения этих денег. То есть, он выберет вариант пожизненно, а такой вариант есть. Вот тогда понятно, что ни о каком наследовании мы не говорим. Ну и давайте будем справедливыми и так честны перед собой и нашими зрителями. Вся история про благосостояние россиян – это хорошо. Наверное, действительно, это одна из важнейших таких благих целей, но все-таки желание получить наши с вами деньги для своих нужд у государства тоже есть. И никогда оно не пропадает. Ну или хотя бы… Нет, оно не так. Оно, вернее, так звучит. Я временно попользуюсь, но вы как помните, изъятие советских классов – это же была временная мера, да? Но потом что-то пошло не так. Потом что-то пошло не так. И доля, да, и доля недоверия тут уж как не полирует действительность, а доля недоверия, она очень высока к этим вопросам. То есть, меня, конечно, греет мысль, когда мне рассказывает министр финансов или кто-то еще, что, значит, своими сбережениями я помогаю федеральному бюджету и, значит, тем имитентам, которые у нас нахируют, торгуются. Но, с другой стороны, вопрос, во что вот эти добровольные мои накопления будут инвестироваться? Даже не в конкретные названия, а в классы активов. Что это будет? Только ли ОФЗ, либо какие-то корпораты с рейтингом там выше 3б, либо это какие-то инфраструктурные облигации, которые сейчас появляются? Вопрос. То есть, там, на самом деле, ведь если в инвестиционную декларацию НПФ зайти, у каждого НПФ там своя декларация, но в целом плюс-минус от 10 до 15 процентов клиентских денег НПФ имеет право держать в высокорискованных инструментах. То есть, в факторах? Да, да, и это отнюдь не ОФЗ. Да, и это, кстати, с одной стороны риски, а с другой стороны, конечно, это хотя бы шанс, что пенсионные фонды будут хотя бы теоретически иметь шанс обгонять инфляцию и девальвацию. Да, я в этом абсолютно убежден, что увеличение количества инструментов, по идее, должно ввести к росту доходности, ну, хотя бы чисто математически. Что важно, несколько цифр я хочу тоже привести, потому что, чтобы наши зрители понимали, вот о чем мы говорим с точки зрения... в простой арифметике. Данные Центрального банка на конец 23-го года, он ежеквартально публикует данные про НПФ. Значит, на какие классы активов, какая доля портфеля приходится. Так вот, как вы думаете, Ян, какая доля на конец 23-го года у НПФ была инвестирована в акции совокупного портфеля? На конец 23-го? На конец 23-го. Процентов 20? Ну, я так на вскидку пытаюсь сказать. Да, на вскидку 7,5. О, печально. То есть, я к тому, что потенциал достаточно большой. На корпоративной бумаге примерно половина этого портфеля, но оставшиеся там сколько получается... При таких вложениях я бы им девиз придумал такой. Рисков мало, но шансов никаких. Ну, может, они там, знаете, расширят декларацию, какие-нибудь линкеры начнут инвестировать, не знаю. Но важно, что появится альтернатива других инструментов. То есть, это важно. Значит, что важно, что нельзя меньше, чем на 15 лет будет человеку участвовать в этой программе. То есть, все эти 15 лет ты, если подписался под участие, ты делаешь взносы. Но есть три случая, и здесь тоже они выделены, я тоже про них скажу, когда можно не дожидаться 15 лет, а досрочно использовать эти сбережения. Первое – это достижение пенсионного возраста, но конкретно возраст указан не согласно текущим пенсионным возрастам, а которые были до последнего повышения пенсионного возраста. Я напомню, это было 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Вот если вы присоединились... Вам сколько лет, Ян? 55. Я прям... Женщина пенсионного возраста. Да-да-да-да, то есть, если вы присоединитесь к этой программе, вам не надо будет ждать 15-летнего срока, а только 5-летнего. Соответственно, это первое. Второе – это болезнь, ну и перечень видов лечения, мы уже про него говорили, там можно тоже использовать. И третье – это потеря кормильца, то есть, если человек открыл счет в этой программе сбережений, и у него умер родственник, который был ему опекуном, попечителем или содержал его, то тогда тоже можно воспользоваться этими сбережениями. Но, правда, не на все случаи смерти близких, то мой двоюродный дядя из деревни Чваровки всю жизнь меня любил, содержал, я, правда, не знаю, как его зовут, забыл. Вот такой вариант, конечно, не работает, то есть, там нужно, видимо, будет подтверждать документами, что это смерть близкого, который вносил там вклад какой-то существенный в семейный бюджет человека. Надо сказать, что законодатель оставил право, но, по крайней мере, из того, что я читал в разных СМИ, источниках и в статьях, и Минфин, главное, про это говорил, что остается возможность расширения этого списка вот этих вот досрочных вариантов изъятия. Туда предлагали в свое время внести покупку первого жилья в жизни, предлагали внести инвалидность какой-то группы, и, по-моему, еще потерю работы по каким-то причинам. Ну, там ряд причин. Что такое? Но пока Минфин в процессе раздумывания над этим, пока это официально не включено. Вот. Кто-то предлагал даже оплату высшего образования для ребенка туда включить, но, видимо, посмотрел Минфин на расходы бюджета в этом году, в 2024-м, вздохнул томно и выкинул это из этих случаев. Про доходность говорить не хочу, потому что у каждого НПФа свои могут быть к этому подходы, и тут надо просто садиться, прямо заходить на сайт каждого НПФ и смотреть, какие там инструменты, потому что они разные. По поводу плюсов мы уже сказали, можно пополнять сбережения из накопительной части пенсии, можно страховаться и можно получить налоговый вычет. Мне кажется, это три таких основных плюса. Но по поводу минусов, это вот, конечно, как у нас это бывает по поводу софинансирования. То есть, если вы получили 79 тысяч рублей, вы на одних условиях софинансировали, а если вы получили 82 тысячи рублей, разница, заметьте, в 3 тысячи, то вы уже на других, потому что если у вас 82 тысячи, вы откладываете 72 тысячи в год, чтобы получить 36, а если у вас 78 тысяч, то вы откладываете только 36 тысяч. Сразу доля от вашего дохода в два раза снижается. Ну и понятно, если мы пройдем по рубежам, там 120 тысяч, 150 тысяч, там тоже тысяча налево от этой суммы, тысяча направо, выгоды при вложении, естественно, будут разные. Еще очень важный момент. Это все-таки история с вводом-выводом денег туда. Понятно, что если мы хотим внести, то государство нам скажет, добро пожаловать, это делается быстро. Идешь в МПФ и вносишь. А вот если вы хотите все сразу по истечении 15 лет вывести, не получится. Там регулярные выплаты должны производиться в течение определенного периода времени. Есть определенный лимит на ежемесячные выплаты, по-моему, в течение 10 лет, то есть это 120 месяцев. То есть это, как известно, вход за копейку, выход за рубль, вход быстрый, выход плавный и томительный. Вот, наверное, это самое важное. Ну, в жизни тоже так. Приходим мы в нее довольно быстро. Уходим по разному. Уходим плавно и томительным. Ну, спасибо за экскурсию. Соответственно, вот картинка Пуи и сам по ней мы с Олегом вот рекомендуем обратить на несколько моментов внимания. Не спешите, даже если вам понравился новый, закрывать старый, потому что вы новый можете просто открыть в добавку, если вы увидели в нем плюсы. Это раз. Второе. Неясность еще самой системы налоговых вычетов. То есть, как у нас вот любят говорить, что сыр в мышеловке, ну, иногда с перебором не доверяя всему, хотя и первые сработали прекрасно. Но в любом случае, если даже называть это мышеловкой, без всякой там особой задней мысли, то сыр еще не положили. Давайте подождем систему вот этих вычетов. Это второе, на что стоит обратить внимание. Что касается долгосрочных накоплений, то есть, конечно, очень много вопросов, и градус недоверия все-таки по-прежнему высок, поэтому нужно посмотреть действительно вот и правила не только входа, а правила выхода. И я бы напомнил еще один момент, что вот на нашем канале недавно вышло видео, напоминающее о том, что по накопительной вот этой некой замороженной части есть сейчас одна интересная возможность для людей, достигших пенсионного возраста по старому, то есть, вот этих самых 55 и 60, просто забрать наличными до 350 тысяч рублей. И я думаю, для многих это тоже, конечно, вариант действий в нынешней ситуации. В любом случае, не стоит всему однозначно радоваться, не стоит однозначно махать рукой и писать, что «А мне папа всегда говорил, я в азартные игры с государством не играю», это тоже такая немножко примитивная позиция. Есть свои плюсы, их можно, и если хочется, нужно, конечно же, использовать. Вот мы долго говорили об этой программе долгосрочных сбережений, насколько она встроится в систему, насколько она масштабна, просто несколько цифр для сравнения, и каждый из зрителей, слушателей, кто нас смотрит и слушает, сделает выводы для себя. Данные ЦБ на конец 2023 года. В наличном виде рублевая масса примерно 18 триллионов рублей, в иностранной валюте около 7 триллионов рублей. На депозитах примерно 60 триллионов рублей. Если к 40 мы прибавим 20, 80 триллионов рублей. Это даже больше, чем два годовых бюджета страны. Это не значит, что все 80 триллионов рублей пойдут в эту программу, но если даже малая часть, одна десятая часть этих сбережений, даже там, не знаю, одна пятнадцатая пойдет в эту программу, это будет несколько триллионов рублей. Это будет крайне важно, потому что, напомню, что мы с вами в первом эфире, когда про федеральный бюджет говорили, сколько планируется по статье «Национальная экономика» отраслям выделить, по-моему, что-то 4 триллиона или 3,9, а здесь может быть около пяти. То есть масштабы, здесь потенциал есть. Вопрос доверия и вопрос доходности, он в этом смысле ключевой. Будем надеяться, что государство удастся его решить. Это да, но многое в расчетах бюджетных напоминает Скарлетт Ахара. То есть иногда кажется, что государство говорит, ой, об этом я подумаю завтра. Не о том, как привлечь деньги, а о том, как их потом отдать и выплатить. Ну, собственно, это характерно не только для России, а для многих современных государств. Да, и хотел еще напомнить, уважаемым нашим слушателям и вам, Ян, тоже сказать, что тема долгосрочных сбережений ИИС нового типа нами отслеживается. Как только были внесены изменения в законодательстве, вообще как только появился новый тип ИИСа, мы стали периодически в своем телеграм-канале делать на эту тему небольшие посты, потом чуть-чуть побольше. Я даже несколько видео записал на тему этого нового типа ИИС, где мы разбираем отличия этого нового типа ИИС от старого типа. В наших планах в дальнейшем продолжать отслеживать эту тему, поскольку, как мы сегодня говорили, она меняется на наших глазах. Вот, скоро будут изменения в налоговое законодательство, наверняка мы будем это комментировать, так что обязательно подписывайтесь на наш канал, и там есть посты, где об этом мы активно говорим. Ну, и ссылка на телеграм-канал Рекомтраст в описании под нашим видео. Я, кстати, тоже подписчик этого канала. И еще один маленький, даже не дисклеймер, а объявление. Напомню, что Олег Кабелев является одним из той, как это назвать, если самих себя не похвалишь, великолепной семерки, которая открывает курс в высшей школе экономики. Об этом курсе мы рассказывали. Алексей Бочаров, их главный зачинатель, и наш руководитель, в нем принимает участие Илья Ванин, Олег Кабелев, Ярослав Кабаков, ваш покорный слуга, и еще несколько специалистов по фондовому рынку. Ссылка на этот курс, кому интересно получить это с дипломом, на дополнительном образовании профессиональным, ссылка на него также в описании под нашим видео. Спасибо большое, и до новых встреч с Олегом Абелевым на нашем канале. Спасибо. Спасибо.